Здравствуйте, уважаемые телезрители. Наступает апрель. В общем-то, кажется, что скоро будет весна и хочется чего-то хорошего. В то же время накал общественных страстей не утихает. И даже какое-то видимое спокойствие, оно только видимое. Год назад был Майдан. Скоро будет 12 апреля. И это тоже дата и для Славянской, и для Украины, когда у нас появилось ополчение, начались боевые действия. Это, в общем-то, тяжелые события. У нас в студии Александр Величко, активист общественной организации «Команда человечества». Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Вы были активным участником вот этих вот событий. Прошел год. Вот как вы оцениваете, достигли Майдан, это мысли людей и действия людей, той цели, к которой они стремились. Что сейчас происходит? Ну, скажем, был Майдан, поменялось правительство. Потом, после этого, начались события, те, которые мы в апреле месяце в Славянске. В чем их причина? Вот в чем причина всех этих событий? Если посмотреть так, то, ну, если мы посмотрим глубь историю, вернемся к началу 20 века, то каждые 25 лет у нас вырастает новое поколение, и вырастают новые люди, новые поколения, новые политики, которые хотят поменять, перераспределить власть, перераспределить богатство. И в этом вся причина всех ООН и всех вот этих мировых конфликтов. Год тому назад, не в год, а уже даже больше, в октябре месяце, люди вышли на Майдан. Вышли, и они хотели изменить жизнь, жизнь Украины, жизнь каждого из жителей этой Украины. Они хотели как-то лучшей какой-то жизни, финансовой, экономической, социальной каких-то гарантий. Вот мы прожили жизнь эту, да, прожили год. Ну, стало лучше жить? Ну, как мы видим, жить лучше не стало. Но изменения идут. Они же не бывают, эти изменения мгновенные. Что можно сказать положительно за это время произошло? Мы будем говорить и о отрицательных моментах, и о положительных. В положительные моменты нужно отметить, что улучшилась общественная жизнь, повысилась сознательность людей. Особенно, если раньше люди работали, не задумывались над тем, как они живут, мир не так ценили. То сейчас молодежь, она более активно уже включается во все процессы. Ну, действительно, молодежь, я хочу сказать, конечно, нужно отметить активность молодежи. Сейчас молодежь настолько стала, и выходит, и на площади выходит, и общественные организации создает, и какие-то культурные проекты пошли. Вот это вот и сознание молодежи, скажем так, ее ощущение вот себя именно украинцами, ощущение своего государства. Вот очень сейчас высокий, вот как раз, как скажем так, накал этого движения. Ну, а в остальном, что вот наше правительство? За этот период мы избрали нового президента, избрали новую Верховную Раду. Я считаю, что это положительные моменты, потому что, ну, считаю, что Порошенко, хотя ему трудно, конечно, но он потихоньку готовит команду. Виталий Кличко его поддерживает, многие депутаты начинают поддерживать, потому что все понимают, что нужно менять. Вот вы ездите в Киев, вот какие там настроения? Вот киевляне сейчас поддерживают Кличко. Как бы там, на него, конечно, старые силы и коррупционные люди тоже, те, которые занимались коррупцией, если он, любой человек, если он что-то хочет поменять, на него начинают лить грязь, компромат, дискредитировать его, организовывают разные митинги против него, но все равно новое должно победить. А что вот он изменил? Ну, он много делает по благоустройству. Чистый Киев, город чистый сейчас, это очень такой положительный момент. Возвращаются потихоньку те земли, которые были незаконно розданы, они потихоньку возвращаются государству, городу Киеву, убирают незаконные застройки, там некоторые отменяют, где которые самовольно, потому что у нас раньше было так, построят, а потом самовольно узаканивали. Потихоньку он делается. Ну, Кличко это хорошо, значит, Кевелянам стало жить где-то лучше. А вот... Президент Порошенко, вот из всего таких этих, он объявил войну олигархов. Ну, олигархов. Вот у нас тоже, кстати, люди понимают так, олигархов. И говорят Коломойскому. Неправильно это так нужно понимать. Он, ну, в слове сказал, что он объявил олигархов. А мы еще не знаем... Сам Порошенко. Да, нет. Вот, если сказать о самом Порошенко. У нас не опубликованы ли есть собственников. Мы не знаем, кто владельцами собственников. Возможно, Порошенко, Коломойский, там другие депутаты. Но я знаю, многие депутаты, они просто менеджеры. Хотя им приписывают владельцы, ну, владение собственностью. Ну, они не бедные люди, естественно. Ну, они менеджеры, высокоплачиваемые менеджеры, многие. Поэтому не было, нигде не сказал, что Порошенко, что он объявил войну против Коломойского. Он сказал, объявил войну олигархам. Это совсем разные вещи. То есть, вернее, он не назвал фамилии. Кто такие олигархи? И мы не знаем. Потому что пока еще реестр собственников, заводов наших не опубликован. Давайте перейдем. Ну, про армию мы, в общем-то, рассказываем часто. У нас теперь рядом и штаб АТО, и куча солдат вокруг нас, куча батальонов, соединений. Но сейчас перемирие, как бы, такое, шаткая валка, но, тем не менее, перевирие. И люди, как бы, вздохнули. Вздохнули и с той стороны, и с этой стороны. А вот все ожидают, продолжится оно, или, наоборот, скоро конец этому перемирия, война начнется. Ну, я думаю, что, во-первых, что, если что сказать о армии. В последнее время и в прессе бывают нападки на армию, на том, что некоторые солдаты и батальоны ведут себя с мирными жителями, правонарушения совершают. Есть в этом доля истины, конечно. Ну, вот что можно сказать. Ну, не только здесь виноваты ищут командование АТО. Виновата командование АТО. Потому что, ну, вот смотрите, в Краматорской штаб АТО находится. Я смотрю, ну, сейчас уже в последнее время не видел, но раньше школьный автобус дежурят. Ну, дежурят это хорошо, хотя, я не знаю, сепаратистов там. Ну, 3-4 машины дежурят, из них школьный автобус. То есть, разве это добавляет авторитета армии украинскому государству, когда военные на школьном автобусе? Ну, это выходит, что изъяли у школьников, и это на глазах у штаба АТО. Или, например, то, что губернатор, это гражданское лицо, запретил продавать спиртные напитки военным. Ну, это же тоже, ну, почему вынужден губернатор? У нас есть военное командование, они должны следить за этим. Тем более, что даже если бы говорить о том, что у нас земля казаческая, украинское казачество, даже на Хортице, в период, ну, казак мог пить, в свободное время напиваться, много пили, но когда в период военных действий или в период, когда они на Сычи были, на Хортице, то любое пьянство могло караться смертной казнью. Поэтому вот это тоже не добавляет. Но, с другой стороны, я хочу сказать такой момент. Вот на Майдане, когда я был, там многие бывшие отставные, и контрактники, которые были в миротворческих экспедициях или в боевых действиях, принимали участие в других странах, они, естественно, были задействованы в качестве охраны, там, на Майдане. Потом они, некоторые пришли служить, например, в частные батальоны, ну, как говорят, Коломойскому. Я у них спрашивал, и они объединились все, кстати, потому что они, ну, и раньше служили. Они, кстати, тоже обижены, потому что, например, если 25-35 лет контрактник, ну, специалист-контрактник, он был в горячей точке, а подошла ему пенсия, он не может даже с 50, ну, не военнослужащий, а подошла ему пенсия, он даже с 55 лет не имеет права, потому что там у нас по закону за 5 лет до выхода на пенсии ты можешь подавать документы, то есть, если он 25-30 был, а 55 лет наступает, он не имеет права даже, как все 60 лет. И они объединились там, служили в частных батальонах, служили, но я их спрашивал, говорю, и многие такие профессионалы, я их спрашивал, как вы служите, ну, с вашим патриотизмом, они говорили, у нас свои цели, мы, пока нам выгодно, пока нам платят, мы служим, но мы пришли, пока наши цели совпадают с вот этими, ну, с целями государства? Нет, с целями вот хозяева этих батальонов, ну, у нас свои цели. И они, кстати, да, они, кстати, работают инструкторами, подбирают, готовится армия, хорошая, нам нужна для Украины небольшая, 100 тысяч на 200 тысяч максимум, армия боеспособная, которая может нести боевую службу и в мирное время, и в военное время. Они подбирают, отбирают, так что я думаю, что создаться у нас хорошая армия, боеспособная, и у нас будет нормально. Получается, что судьба военных, которые, опять-таки, особенно профессиональных военных, то есть она тоже как-то, там, пенсионный, вот это же под вопросом, да, тоже это вопросы. И получается, что очень много проблем, как бы, начинают решать, но до конца не доводят. Так вот, а все это в настоящее, вот именно в настоящее время, это все чревато последствиями. Это, наоборот, когда нужно быстрее решать проблемы, решение проблем затягивается, очень часто идет не в ту сторону, которая понятна населению, или вообще, которая будет принята населению. Я считаю, что это самое, ну, с теми же тарифами, да, если возьмем частную жизнь, и с теми же конфликтами, которые сегодня происходят, вот, в частях, ну, в частности, Константиновка, яркий пример. Вот, так вот, вот это все как нужно решать быстрее. Люди хотят мира, но с такими вот, с такими вот нерешенными, непонятными действиями, вот, нашего правительства, я не знаю, там, руководства, ну, в общем, как-то с населением, населению сложно будет смириться. Да, ну, вот, например, правительство объявило реформы, но никаких реформ нет. Что такое взять транш и выплачивать его, расходовать его? Я считаю, что у нас есть внутренний ресурс сейчас. Нам нельзя поднимать ни тарифы, а наводить порядок, во всем наводить порядок. Смотрите, вот, если сравнить ситуацию с 91-м годом, тогда тоже была такая ситуация, ну, развал там, ну, тоже. Ну, тогда, например, было много денег, а товаров не было. Сейчас, наоборот, у нас очень много товаров. Пойдите на рынки, посмотрите, везде все магазины, много магазинов импортным товаром завезены, машины, автосалоны полностью завезены. Это ж проплачено, в страну уже весь, есть товар в стране, но не хватает денег. Сейчас все увидели, что для того, чтобы процветал любой человек, и предприниматель, и богатый производитель, должно быть население все богато. Для того, чтобы выйти из этого тупика, нам действительно нужно проводить реформы. Реформы всей нашей общественной жизни. Реформы избирательной системы, реформы армии, реформы судебной системы. Реформы в экономике, в налоговой системе. То есть, сделать такие реформы, чтобы людям было в ней очень удобно жить. А вот люди, которые сегодня живут, вот вы общаетесь со всякими тоже активистами, люди вообще понимают, что нужно делать реформы? Как они поддерживают вообще это? Потому что наши депутаты вообще-то каждый день принимают какие-то законы новые, какие-то реформы идут. Вот они, ну вот мы не чувствуем облегчения от этих реформ. Реформы делают, а облегчения нет. Ну, видно, так хотят делать реформы. Так, ну придется их все равно делать. Это очень тяжелый путь, но придется... То есть, вот вы готовы все это терпеть? Нет. Народ не будет уже терпеть. Народ уже давит. У депутатов уже нет шансов для того, чтобы... Народ уже больше не будет терпеть. Уже и ресурса нет. Ну, еще будет продолжаться война. Ну, месяц, два, три. Это же в конце концов раскроется. Весь этот афера, вся эта раскроется. Поэтому афера это сделана для того, чтобы продлить каким-то образом то состояние, которое тем людям, которые были очень выгодны им. То есть, опять получается, что люди пришли на Майдан для того, чтобы свергнуть тех, кто получал основные дивиденды. А сейчас опять получается афера и опять основные дивиденды. Опять получают основные дивиденды, да. И получается, что дальше делать нам? давить на правительство и на депутатов, депутатский корпус, для того, чтобы эти были изменения. Еще больше людям нужно, но это должно пройти мирным путем, путем реформирования. Путем реформирования, только реформирование. Потому что военные действия, мы видим, что и конфликт военный, он опасен, очень опасен. Тем более 21 век, имеется такое вооружение, это очень опасно для людей. И пока, если жертвы, мы говорим, что на тысячи идут, то они могут идти вообще очень большие количества. То есть у нас сегодня, ну как резюме, должно быть какое-то мирное, все равно какие-то изменения, но все равно это мирным путем, хотя у нас есть в стране люди, которые говорят, что нужно дальше и дальше развязывать военный конфликт. Но нам, как обычным жителям, в общем-то, военный конфликт, тем более живущим на территории, которые уже от военных действий потерпела достаточно сильно, мы не хотим этого. Мы хотим, чтобы все конфликты решались мирным путем. Мирным путем и реформами. Тем более, я хочу тут еще сказать, что наши граждане, вот именно даже краматурчане, славянцы, они идут впереди правительства. Хотя сейчас намного хуже жизнь стала, даже как она была до Майдана, ну в финансовом положении, нам так сознательность выше поднялась. Но в финансовом положении тяжелее людям стало жить. Все равно люди сейчас более активно стали, начали занимать общественную позицию, стали беспокоиться о внешнем виде города, ну скажем, в субботниках начали принимать участие. Они уже сами хотят делать реформы. А правительство наше, депутаты, еще пока это не осознали, что без реформ будет невозможна жизнь, не смогут ни люди жить, не смогут и они жить. Без людей они тоже не смогут жить, иначе их люди тоже сметут, и дай Бог, чтобы это было еще мирным путем. И я считаю, что, хотя наш разговор был не очень веселый, скажем так, но я считаю, что уже самое худшее позади. И я думаю, что в ближайшее время нас ожидают перемены в лучшую сторону. Спасибо большое. К сожалению, в нашей программе время уже истекает. Я хочу сказать нашим зрителям, что с нами был Александр Величко, активист команды «Человечество». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова